В русском комьюнити регулярно шутят о том, что мир 40-го тысячелетия очень похож на аниме. При этом аниме предстаёт не сколько как узнаваемый визуальный стиль, сколько как совокупность художественных приёмов и штампов. Если в Японии аниме потребляют все от школьников до домохозяек, то в европейских странах первыми фанатами диковинной анимации стали многочисленные гики и нёрды. Видеоигры, настолки, словески долгое время были маргинализированными видами хобби, и лишь относительно недавно ситуация стала исправляться. Потребление аниме на Западе прошло ту же метаморфозу — от маргинального явления до обыденности. Видеоблогер Гигок — лицо виобу сообщества, лишь совсем недавно сформулировал эту мысль в следующем ключе. Аниме стало брендом. Успех Crunchyroll и Vakanim, появление оригинального аниме-контента на Amazon Prime и Netflix — всё это маркеры нормализации потребления. С появлением массового широкополосного интернета некогда существовавшая субкультура анимешников практически полностью растворилась в сети. Неудивительно, что в таких условиях произошло взаимопереплетение элементов масс-попа в головах аудитории. Художник Luth The Eternal, прошу прощения за мой английский, стал популярен благодаря скетчам, в которых аниме-тропы максимально слились с сороковником. Но разве это первый раз, когда появилась причина воскликнуть «Опять ваша ваха в моём аниме?» или наоборот «Опять ваше аниме в моей вахе?» Нет же. Само появление огромных человекоподобных роботов в «Сороковнике» было невозможно без влияния японской анимации, хотя впервые роботы появились именно в США. Аниме сформировало привычный нам жанр меха. Внутри огромного боевого человекоподобного робота сидит пилот школьного возраста и сражается с огромными монстрами. В 1984 году в США вышла настольная игра BattleTech. Её автор вдохновлялся работами из аниме-франшизы Macross, вплоть до прямого копирования внешнего вида некоторых мехов. В 80-е эта игра была очень популярна и не могла не оказать влияния на «Сороковник», который тогда только создавался в Games Workshop. «Титаны» в «Сороковнике» — это то самое аниме, вот только адаптированное под гримдарк далёкого будущего. Гротеск Вархаммера не мог не отразиться и на логике работы мехов. Внутри всё так же сидит пилот, но он не один. Даже внутри «Пса войны» целая команда специалистов. Что уж говорить про титан-классы Император. Внутри него находится небольшой город специалистов. Мехи «Сороковника» — это реалистичные роботы. Со всеми «но» в них намного легче поверить, чем в гандамов, каждый из которых пилотирует лишь один подросток. Однако есть в «Сороковнике» и роботы, которые особенно в исполнении Энди Кларка прямо отсылают к мехам из аниме. Рыцари. Роботы высотой около 9-12 метров своим внешним видом напоминают рыцарей позднего Средневековья. В одной их руке находится цепной меч, а в другой — огромное орудие. Эти махины идеально подходят для борьбы с различными кайдзю. В доересевом рассказе Грэма Макнила «Возлюбленная супруга» рассказывалось, как рыцари сражались с огромными ксенотварями. В актуальном 42-м тысячелетии они идеальны для сражения с самыми большими тиранидами. Но ведь куда как круче выглядит битва, в которой сражаются два ОБЧР. Роман Энди Кларка «Королевский клинок» рассказывает об искоренении ереси на мятежном мире Донатас. На его поверхность прибывают имперские рыцари знатных домов Адрастополя, чтобы помочь имперской гвардии отбить ценный для человечества промышленный мир. Избавиться от ощущения, что вы читаете Рено Б, не получится на протяжении всего романа. Главные герои истории — молодые наездники Даниал и Люк. Они уже прошли свой этап единения с мехом, но никогда не участвовали в войне. Люк — бойкий парень из дома химеросов. Даниал — замкнутый в себе ботан из правящего дома драконисов. Во второй главе его прямо будет отчитывать Герольд короля. Он сменил 18 зим, но так и не познал женщину. Прямо как герой типичного Сёнона. Сороковое тысячелетие активно использует готическую эстетику, которая отсылает к реальному средневековью. Что же касается содержательного наполнения, во вселенной куда как больше Англии девятнадцатого века с её викторианско-паританской моралью. На этом фоне Роман Кларка смотрится на удивление свежо. Поведение героев отсылает к кодексу чести рыцаря и носит оттенок куртуазности. Титанов и вовсе называют скакунами. Более чем уверен, что всё это было случайно или специально заимствовано из батлтеха. В той вселенной знатные дома Терры и других миров воюют за влияние в галактике. За окном космокорабля четвёртое тысячелетие на борту технофэнтези. Только императора из Дюна не хватает, чтобы получился Вархаммер первой редакции. С другой стороны, королевский клинок не сильно выбивается из ряда произведений, написанных под релиз новых миниатюр и кодексов. Он не страдает от избыточного объёма. 300 страниц спокойно можно пробежать за 4 или 5 часов неспешного чтения. Угадать, что химеры предадут драконисов, не составляет труда. Когда это произойдёт, читатель останется, простите, наедине с подростками, на которых неожиданно свалилось слишком много ответственности. В России книги по сороковнику выходят с маркировкой 16+, но за рубежом их возрастное ограничение PG-13. Роман Энди Кларка не просто соответствует этой целевой аудитории, он идеально в неё попадает. Замкнутый, но смышлённый главный герой, проблемы с отцом и неумение вести себя как взрослый — этот набор тем очень чётко очерчивает портрет аудитории. Не будь целью трилогии дополнительное продвижение рыцарей, роман вполне мог бы оказаться в серии Warhammer Adventure. Те же злодеи романа будто бы сошли со страниц самой прямолинейной имперской пропаганды. Не стоит ожидать в этой части произведения откровений. Королевский клинок уникален ровно настолько, чтобы не потонуть в груди других релизов. На обложке «Имперский рыцарь» под обложкой вполне заурядный экшен. Конечно, в нём не используются болтеры, но от этого мало что меняется. Для общего знакомства с фракцией более чем, но не ждите от романа откровений. До деконструкции уровня Евангелион ещё очень далеко. А что вы думаете о данном романе и об аниме в вашем Вархаммере? Напишите ваше мнение в комментариях. А также не забывайте подписываться на канал и ставить оценку, если вам понравилось это видео.